Павел Николаевич, в выходные дни произошло такое экстренное событие, загорелась особо охраняемая мусорка. Таких событий-то особо, не знаю, что-то давно у нас не было, ничего не поджигали. Вообще у нас приличные люди, мне кажется. Что происходит? Есть люди, которые живут в совхозе, 99% они приличные, на 1% все-таки разные. Тем более, что вот эта тенденция, когда из старых домов сдают квартиры в наем, и люди, которые арендуют жилье не всегда адекватны, это факт. И, конечно, вот этот случай такой показательный. По видео видно, что из старых домов, скажем так, со стороны 10-го дома, вышел человек, который курил сигарету, и зашел в мусорку, это видно. Вышел он оттуда через 10 минут, и опять вернулся к 10-му дому, и там где-то в старых домах скрылся, поскольку там нет видео, мы не можем определить, куда он ушел. Ну, естественно, камеру мусорную или мусор никто не охраняет. Естественно, человек, который сидит в будке охраны, он охраняет внутри периметр, ходит на обходы, может быть, даже спит. Время было, да, в 0.49 все это, скажем так, происходило, и в час, через 20 минут после того, как этот человек ушел, в час 10, по-моему, загорелся. Мусорка горит. Я слышала взрыв предварительно. Может, какая-то скотина подожгла. Пленовую. Срочно надо убрать машины, соседи. Вон там охранник, парень какой-то, он в толстовке. И что так долго? Ну, давайте, ребята. Молодцы, слава богу. И надо отдать должное охраннику, он быстро среагировал. Во-первых, вызвал пожарную машину. Во-вторых, сам с огнетушителем прибежал. Но видно, тот, кто, скажем так, зажигал все это, знает свое дело. Потому что пластиковые контейнеры, уже в этот момент один из контейнеров практически сгорел. И пламя распространялось на весь этот мусор. А там, естественно, большей частью бумага, ну и горючие материалы. В том числе, кто-то вынес какие-то матрасы, значит, старые. В результате. В тот момент, когда пожарные приехали, и когда прибежала Галина Даниловна, ее тоже вызвали, это около 10-2 минут, все уже догорало, пожарные потушили. Слава богу, удалось не дать возможности распространиться огню на столовую, которая находится рядом. Поэтому достаточно оперативно все сработали, и пожарные быстро приехали. Ну и утром, когда я уже туда пришел, это было где-то без 10-8, там уже фактически все пожарище было разобрано, все контейнеры пластиковые были увезены, вместо них уже стояли металлические контейнеры. То есть люди не пострадали, они, скажем так, мусор выносили, утром уже организован. С чем это связано? Ну, как правило, как только появились все эти зазазаи, все эти пришлые люди, у нас возникли вот эти проблемы. То урны кто-то сломает, уронит, то мусор зажгут, то какие-то там провокации с плакатами бегают, устраивают. Когда этих ребят спрашивают, а кто такие-то, здесь не живете, они говорят, ну, мы неравнодушные. Хотя мы точно знаем, что эти неравнодушные, мы точно, скажем так, привлечены рот и агро, и вот другими этими структурами. Ну и поэтому, а потом, семья не без урода, вы же видите, что только что было такое, месяца два, по-моему, назад, интервью вот этого канала, который наняли рейдеры, о том, что вот, охраняемая стоянка, охраняемая мусорка, когда, значит, мы тут что-то обнаружили, они же ночью ползают, они этого не скрывают, что ночью по мусоркам ходят вот эти вот представители рейдеров, они там копаются, ну, кто-то из них взял и зажег, скорее всего. Причем, я понимаю так, что они внимательно посмотрели днем, где камеры стоят, куда они направлены, походят по тем маршрутам, по которым их лица не видно, вот, ну и совершают всякие гадости и гнусности. Так что ждать помогла же теперь? Ну, что не ждать, быть более бдительными. Мы же вот видели по видео, например, как эти же граждане, ну, такого типа, ходят по подъездам и раскидывают вот эти вот газеты, которых никто не просит раскидывать, почтальон в этом участии не принимает, значит, ну, они проходят на закрытую территорию, хотя там не живут. Как они проходят? Вследом за людьми, значит, пытаются, там, мы обнаружили, что они подделали вот этот вот ключ почтальона, значит, потом они пытаются, у них есть определенные навыки, вот, поэтому они пытаются дублировать ключи, вот, ну, надо быть более внимательными. Второе, что, конечно, делать замечания, потому что от них один мусор, грязь, мы же тогда вот видели, как они тогда, захватив территорию перед дворцом культуры, оставили мусор такой, да. Потом, слава богу, их надоумили, мы убрать это все, они, значит, вроде как за собой убрали. Ну, и потом всякие провокации. Понятно, что они тут проводили какое-то мероприятие, мне потом рассказывали, ну, конечно, из местных жителей, кроме тех, кого они финансируют, никто не пришел. Ну, там, бюджетники пришли некоторые, которые потом рассказывали, что они говорят, что, знаете, вот, если бы не мы, не было бы пандусов в шестнадцатом доме и в пятнадцатом. Значит, я все подумал, а может быть, они скажут скоро, что не было бы нас, не было бы и весны, и солнца, значит, и снег бы не сошел. Поэтому такие смешные они, но иногда вызывают раздражение своими действиями. Поэтому надо быть спокойными и уверенными в том, что, в конце концов, правда острожествует, мы победим. Продолжение следует...